В стране катастрофически упало производство удобрений. По данным исследования EnergyProm, выпуск азотных удобрений сократился на 10%, фосфорных — в 14 раз за год. Наш корреспондент разбирался в причинах и в том, насколько это может ударить по местным аграриям. Объем производства минеральных или химических удобрений в стране значительно сократился. Так, азотных удобрений с начала текущего года выпущено 193 тысячи тонн. Производство фосфорных удобрений составило лишь порядка 8 тысяч тонн, что меньше в 14 раз прошлогодних показателей. Однако фермеры надеются, что это не приведет к дефициту или удорожанию удобрений на рынке. К тому же товар казахстанского производства гораздо дороже импортного, а потому многие уже давно нашли альтернативу. У нас государство сейчас даже импортный, российский или узбекский, хотя получают удобрения, тоже они субсидию получают. Из России они дешевле, как казахстанские. И в Узбекистане тоже есть, и у них тоже дешевле. В Мирже заявляют, что объемы производства некоторых удобрений в стране наоборот возросли. Вырос и экспорт в два с половиной раза. Чуть больше половины всего объема отправили в Узбекистан, немалую часть в Польшу и Литву. За первые полугодия 2023 года произведено 337 тысяч тонн аммофоса, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, и 191 тысяча тонн нитрата аммония, что на 0,5% больше по сравнению с 2022 годом. Существенный рост объемов производства и экспорта фосфорных удобрений связан с введением дополнительных мощностей. Казахстанские фермеры все чаще стали отказываться от удобрений из-за дорогой цены, как результат снижения урожайности. По этой причине аграрии ежегодно теряют около 10 миллионов тонн высококачественного зерна. Объем внесения удобрений в стране составляет порядка 30% от научной потребности. А это значит, что проблемы в данной отрасли все же есть. Екатерина Белоусова, Информбюро, Североказахстанская область.